Девушки отдыхают Я не хочу с тобой жить А ты знаешь что? Вот ты не хочешь, ты собирай А я живу здесь, в своё удовольствие А сюда другая девушка заедет? Да что ты говоришь, какая? Сюда заедет послезавтра другой парень Спасибо, что ты мне помог реабилитировать мои силы После моей больной любви с мейкопаром Лер, давай, серьёзно Вот, спасибо, что ты был моей таблеткой А послезавтра не будет Жить другой мужчины Сейчас не хочешь, сама их соберу Не трогай мои вещи Не трогай, пожалуйста, мои вещи Знаешь что? Если ты не уважаешь меня То уважай, пожалуйста, моих родителей Не выбрасывай, пожалуйста, я сама Я сама их соберу Я сама их соберу Я сама соберу Ну и что? Собирайся Соберусь Собирайся быстрее Ну что ж, ребят У нас сегодня не день прихода Но, тем не менее, кое-кто захотел сегодня прийти на проект И под ваши бурные аплодисменты давайте встретим этого человека Кто это? Узнаем прямо сейчас Гляньте на ворота Я думаю, что вы не сразу знаете в этой брюнетке Не сразу В прошлом роковую блондинку Бывшую девушку Алексея Самсонова Привет Это Настя Ковалева Привет, Настенька Может быть, ты сюда сядешь, чтобы я тебя лучше видела? Да, мы будем все рядышком с тобой с ней Ну что, Настюш Мы часто говорим о том, что ворота у нас открыты Как в ту, так и в другую сторону Ты уходила от нас сама Да, и сама и вернулась, собственно говоря Сам пришел, сам ушел Сам пришел, сам ушел Что сподвигло тебя вернуться на проект? Ты знаешь, Оль, я, наверное, просто залезла из шкафа и не дочиталась трусишек своих Поэтому решила у Алины Александровны помощи попросить, чтобы нашла Да нет, на самом деле я пришла, потому что соскучилась по тебе прежде Всего по Ксюшеньке Бородиной и по вам, ребятке Ну, я не знаю, может быть, ты планировала Барину я, правда, не знаю уже Может быть, ты планировала этот приход давно, но так получилось, что Леша Самсонова-то нет на проекте уже Он ушел два дня назад Леша Самсонова, на самом деле, я знаю, что он ушел Если бы я планировала приход, и он был связан именно с Алексеем, я бы, наверное, не пришла сюда, в принципе Сами, пожалуйста, очки, Настя Да, и нет, просто пришла, потому что захотела У нас-то, Настюш, шоу все-таки про любовь, и, собственно говоря, есть кем радовать Я понимаю, что ты соскучилась, я понимаю, что хочется увидеть нас всех Хочется что-то Ирине Александровне доказать Но, в первую очередь, Дом-2 – это проект про любовь и о любви Как с этим у тебя дела обстоят? С любовью? Да Ну, ты знаешь, как всегда, море поклонников, но любви пока не нашлось К сожалению или к счастью, не знаю И, в принципе, я все-таки таю надежду внутри, где-то в душе, что все-таки любовь меня здесь настигнет А сейчас есть на проекте тот человек, который тебе нравится? Ну, вообще, из всего предоставленного выбора, наверное А выбор вели, как всегда Наверное, мне симпатичен Олежка, Майами Олег? Да Я так понимаю, что вы даже где-то пересекались за периметром Не, ну мы знакомы, да, мы общались и по телефону, и так Хороший, веселый, молодой человек Скажи, а связано как-то то, что ты сегодня пришла к нам на проект, а Олег сегодня выгнал Леру из квартиры? Ну, это надо у Лены спросить Ну, а ты как думаешь? Ты знаешь, все в этой жизни непросто И, наверное, может быть и связано где-то, а может быть и нет Всегда нужно оставаться человеком, Олег И даже если расстаются люди, то они должны красиво расставаться А не унижать и все в этом роде Получается, ты из-за проекта со мной начал Мастер-кошечка, ты мне так нравишься Проект в приоритете у тебя был И любовь к проекту И ты не хотел уходить Вот и все И поэтому ты, увидев хорошую, добрую мастерку, которая человечная Ты ко мне втираешься в доверие Ты? Да, да, да Можешь сколько раз Ты ко мне втираешься в доверие Лера, я с тобой, я тебе скажу правду с самого начала Хочешь, скажу правду? Ты со мной из-за проекта Ты не нравилась никому Ты со мной из-за проекта Мне не нравится твое лицо Мне не нравятся твои волосы Мне не нравится твое тело Мне не нравится твой стиль одежды Мне ничего это не нравится А что ж ты такой? Хорошие козы? Знаешь, как сложно терпеть это всё. Стрём ты, что ты живёшь из-за проекта с девушками, которые тебе в принципе не нравятся. Не нравятся никому, можно она говорить? Нет, нравятся, нравятся. Ты свои-то слова за всех не говори оптом. Мастерко даже не успела начать ревновать Олега к Насте Ковалёвой, которая сегодня пришла к нему на телепроект. С утра Олег сам спровоцировал с ней конфликт, после чего заявил, что они должны расстаться и начал выкидывать вещи Леры. Смотрите, ребят, мы уже неделю назад ходили слухи, что Настя вернётся на проект, и всё мы это связывали с Самсоновым, что у них были такие отношения. Но нет, Настя пришла и высказала симпатию Майами. Ну, они же одно лицо просто слышат. Да, хочу вам рассказать небольшую историю, то, что сегодня произошло в городских квартирах. Майами выгнала Леру из комнаты. Да ладно? Серьёзно? Что, серьёзно? Да. Ах, удивительно. Выгнал Леру из комнаты, сказал, что у неё там плохой язык, и общается она не так. Вообще, как эта вся история связана с Настей? Вообще, расскажите, что вы по этому поводу думаете? Мне сначала показалось, что это как бы соперничество идёт Олега и между Лерой. В том плане, что Олег всегда её упрекал. Да кто у тебя здесь был из мужчин? Коля, там ещё какие-то никчёмные мужчины. Она всё время его упрекала. А у тебя кто был? У тебя тоже особо не красотки были. И тут Олег, естественно, зацепился за Ковалёву, да, и чтобы показать, ходить и бравировать. Потом вот ко мне пришла такая вот классная девчонка, как бы даже, может быть, на зло Лере. Я не думаю, что серьёзно там получится что-то с Настей. С ней, а ты что думаешь? Всё было очевидно. К чему шли, дошли до пункта назначения. К чему удивляться? Нечему удивляться. Единственное, я жаль Леру, которая вовремя всё не увидела, не поняла, к чему клонит Майами. С Майами отношений у Насти не будет. У Майами одни интересы. Это машинка, съёмки на видео в телефоне. Да, у него ценности, извините, 15-летнего мальчика. Какие отношения могут быть? Настюш, знаешь, ты на лодном месте сказала, что тебе нравится Олег в Майами. Какие действия ты будешь предпринимать? А ты знаешь, мне кажется, не надо ничего предпринимать. Сейчас он приедет, он сам начнёт. Ты думаешь? Да. Ты думаешь, что тебе даже не надо будет ничего делать? Нет, я, конечно, посмотрю по разу на него листьевым взглядом. Стоит только дождаться Олега, как ситуация разрешится само собой. Я думаю, да. Ну давай прямо сейчас позвоним ему и просто его обрадуем. Давай. Ты можешь даже просто молчать и послушать, что он скажет. Алло. Олег. Алло. Ой, Ладочка, привет. Привет, Олег. Как дела? Как настроение? Ой, прекрасное, солнечное. Как может быть прекрасным настроением, если у вас с девушкой конфликты? Олечка, ну может быть прекрасное от того, что я наконец-то решил закончить это всё и сегодня решил переехать на полену. А не поэтому ли ты переезжаешь, Олег? Потому что сегодня Настя Ковалёва пришла на проект. Нет, не из этого переезжаю, но я очень рад, что пришла Настя Ковалёва и я очень хочу видеть её. Скажи мне, пожалуйста, откуда вы так с ней хорошо знакомы, Олег? Ну мы общались за периметром. Это как бы не называется дружба, да. Я уверен, что, блин, у нас бы с Настей что-нибудь вышло. Поэтому ты хочешь бросить Леру и поехать дружить с Настей, да, Олег? Я хочу, да, закончить отношения сегодня с Лерой и приехать на поляну и пообщаться с Настей. Я Лере вчера говорил, Лера, он слишком борзо с тобой стал общаться. Вот реально вчера я там просто шёл с ней, да, и вот реально чувствуется, что вот ну хам. Что, ну это человек, поведение человека, который не любит девушку. Потому что, ну, по-другому я не могу сказать. Он её так вот это грубо, эй, иди сюда, там, где-то ударит, где-то возьмёт, там, я видел, как он её там за губу схватил. Ну реально, для меня это вообще аморально. Ну видишь, Лёша, Лера сейчас тоже обижена, почему-то именно сегодня она поняла, что Майами лицемерил всё это время, её обманывал. А Лере надо послать его вообще куда подальше. И чем дальше она его пошлёт, тем быстрее он прибежит к ней. Вот я единственный могу дать совет Лере, потому что таких парней надо подальше от себя держать. Девушка должна себя уважать. То, что делает Лера, это неуважение к себе в первую очередь. Да, она говорит всегда и оправдывается тем, что я там хочу дать шанс. Но когда ты даёшь человеку шанс, он должен менять своё поведение. Майами ничего не меняет, поэтому я считаю, что ей надо его сливать и всё. Чё полотенце? Полотенце моё не забирай. В смысле, не забирай? Я одно возьму. У тебя одно будет на поляне? Я одно полотенце возьму, с его розовым. Нет, нет. Ты приедешь в городок и возьмёшь. Я возьму одно розовое полотенце. Олег, я тебя прошу. Это пять моих полотенец. Я не хочу, чтобы тебе напоминали, а не обо мне. Мне нужно одно полотенце. Мне дам тебе. Мне нужно одно полотенце. Олег, ты едешь в городок, а это от стрёмной девушки. Мне нужно одно полотенце. От стрёмной девушки. Мне нужно одно полотенце. Не трогай меня своими руками. А ты чё ты трогаешь мои полотенца? Мне нужно одно полотенце. Стремно. Ты не хочешь, чтобы я тебя руками трогала, а меня ты мои... Ну давай, давай. А мои polotenner трогать. Шинечка,phem. Я пошла со своими полотенцами. Я заберу. Я не хочу, чтобы ты пользовался моими полотенцами. Ты не трогай мои вещи. Это провокация. Ты говоришь, что я стрёмная. Вещи мои отдал. Вещи моими отдал. Вещи моими отдал. Не трогай рука. Это мое полотенце. Я не хочу, чтобы стремное полотенце, стремная женщина трогала твое тело. Убойся, овечка. Все. На поляну приехали городские жители. Лера Мастерко всем сказала, что не жалеет о своем расставании с Олегом. Настя Ковалева встретила Майами довольно холодно. С этой темой мы закончили. Давайте тогда перейдем к другому вопросу, который нас всех волнует. Это Лера Мастерко и Майами. Чувства закончились в Майами? Так внезапно? Ну, просто дальше запускать некуда. Некуда дальше запускать, поэтому сегодня это все как-то подошло. Подожди, а вот откуда оскорбление? Вот одно дело люди остыли друг к другу, да? Они просто там молча расходятся или говорят, ну все, я поняла, это не мой человек по жизни. Но ты с такой ненавистью говорил о Лере, да? Ты говорил, что она неотвратительное тело, что у нее жуткое лицо, что она отвратная женщина, что она одевается как старуха, что-то, ты что думала, с тобой можно долго повстречаться? Просто действительно спровоцировала жизнь. А с чем она это все, а ты застал ее с другим мужчиной или что? Что такого она сделала страшного, что она заслужила все эти слова в свой адрес? С другим мужчиной я не застал, он успел убежать. А значит, все началось с прически, там вообще, с такой ерунды. Это страшно, да. Вот, я говорю, перекрасьте в брюнетку. И все, и с этого все, короче, понеслось. Лер, как он тебе подошел с этим вопросом про брюнетку? Ну как он тебя попросил, сказал, дорогая, любимая, ты знаешь, вот неплохо было бы, как Насте Ковалеву, перекраситься в брюнетку? Это не было так, ничего. Нет, он сказал, я либо блондинку хочу, либо брюнетку, но не рыжую. Ну не рыжую, тогда до свидания. А мой мужчина будет рыжий, хотите? А мой мужчина будет рыжий? Твой мужчина будет рыжий, ага. Мой мужчина? Просто я не понимаю, Олег, ну хорошо, попросил, ты ее вышвыривал фактически из квартиры, ты оскорблял, и вот эти вот грязные слова из твоего рта, они по какой причине, вот она заслужила, за что? Из-за того, что она не перекрасилась по первому твоему щелчку в брюнетку? Так я специально задевал ее, мне хотелось бы довезти. А чем она вызвала все эти вопросы? Ну раздражительность никуда у меня не уходила, потому что. Поэтому вам неделю назад говорили, ребят, походу вы друг друга не любите, давайте все, эту лавстори давайте закроем. Вы говорили, нет, мы любим друг друга, хотим быть вместе. У меня была страсть, я хотел ее. Это длилось три дня, да? Почему три дня? Это длилось на протяжении всего времени, даже когда была раздражительность, у меня была страсть. Но у меня всегда. А тебе вот не хочется там извиниться? Так хочется, вот, Лер, не держи на меня зла, я во многом был неправ. Мы оба были неправы, но буду говорить за себя, да? Я секси, вот, и... Олег, как так можно извиняться? Объясни мне, пожалуйста. Ты считаешь, это нормально? Мне кажется, ты вообще не чувствуешь себя виноватым перед ней. И за все слова, что ты искал, ты бы еще десять раз повторил мое ощущение. Лер, прости, пожалуйста, за все, что... Нет, ты не делай это для меня. И, как бы, Лер, тебе нужны такого рода извинения? Скажи, пожалуйста, я могу, как бы, он может продолжить? Тебе надо, вот, чтобы перед тобой так извинялись? Так я нормально извиняюсь. Я хочу сказать одно, то, что в этих отношениях я не была виновата. В этих отношениях я до сих пор, до сегодняшнего момента оставалась человечной. И даже сегодня, когда Олег меня оскорблял, это его, в первую очередь, не красит. То, что на протяжении месяца за счет проекта он себя насиловал. Тобой? Просто я помню какие-то передряги, да, у него были недомовки с коллективом. И мне там многие говорили, открывали глаза, но я не открывала, потому что я считаю, что я, ну, боролась за наши отношения, защищала нашу пару, да. С сегодняшнего момента, если больше, ой, опять будут идти в его адрес оскорбления, мне будет все равно. Если он будет задевать меня, оскорблять меня, но это его, в первую очередь, не красить будет, я вообще не буду уподобляться его поведению и буду спокойно себя вести. То, что я сегодня услышала, ну, просто это нечеловечно. Еще раз очередной раз он открыл свое лицо, что, ну, вот он такой является чуть-чуть шкодливым мальчиком. Олежка, вот, действительно, он себя как-то вот насиловал. Насиловал тем, что не то, что ему Лера не нравилась, да, и то, что он, ну, не хотел быть с ней, а каждый раз, когда он цеплялся за сильную девушку, он тем самым унижал себя. Он каждый раз ненавидел себя внутри, да, за то, что он сам по себе не сильный, сам по себе слабый, сам по себе не яркий, поэтому ему нужен обязательно тот, кто сможет его вытягивать. И вот эта вот вся ненависть и злоба, и агрессия вот выплеснулась на Леру, на Катю, на Риаску, на всех девочек, с которыми он устроил отношения. Как бы, ну, Олег, давай взрослей, становись мужиком, не бойся уже, ищи себе девушку. Ничего страшного, что тухленькую, зато красивенькую, симпатичную. Потому что добиться сильного участника, сильную девушку, это, извините, не нужно попотеть. Поэтому давай от слабости ты не будешь мне говорить, окей, окей, я не буду на тихо, Ваня. Нет, смотри, попотеть тебе не пришлось. Наташа. Я считаю, что Майами просто нравится вот Настя. Мне все, мне все устроило это. Я считаю так, что не секрет. А что ты смеешься, Олег? Для кого это на самом деле не секрет, что тебе понравилось, Настя, чтобы общались за периметром? А что такое? А мне пришла девушка, да, мне приятно. Выясненность то, что он уже неделю общался с вами и знал о приходе Насти. Слушай, запьи свой рот, понятно. Что так с ней разговариваешь? Ты что, не путаешь вообще? Можно сказать? Я побила почву, значит, он там уже неделю назад. Олег, а что ты так нежишь? Что за бред? Ты только что извинялся перед ней. Ты говоришь, я так и не полюбил. Страсть давно прошла, все тра-ля-ля, все дела. Я не понимаю тогда, откуда столько ненависти, да, на что там, миллион долларов в итоге как бы тебя забрала или что? Она там подпортила твою репутацию тогда. Ксю, от любви до ненависти один шаг. У тебя не было любви, ты только что при всех здесь это сказал. Да я тебе говорю про симпатию, я тебе говорю, я образно говорю про любовь. Я считаю все-таки его поведение вообще неправильным. И ты мне, конечно, извини, но чуть-чуть у тебя еще юношеский максимализм присутствует. Даже если это был там брак, можно сказать так, по расчету, да, там, житье ваше, ты должен как мужчина себя вести достойно и не оскорблять ее. И, честно говоря, ну, как бы, знаешь, я вот сейчас смотрю, ну, а тебе просто мнение меняется в худшую сторону. Действительно так мужчина себя не должен вести. Лера Кашевна. Я хочу сказать, что вся проблема, это в предательской сущности Олега. Олег, наверное, забыл те моменты, когда он предавал Колесниченко Катю. Когда он был изгоем, Лера Мастеркова вытягивала. Когда ему одели унитаз на шею, и он мог уйти с проекта, Лера забрала его в городские квартиры. Олег предает людей, и предает их по-страшному, по-низкому, и вот такому, не знаю, обзывательству. Олег, знаешь, мне кажется, корень зла – это твой характер. Хочу поддержать Лерку, Лерка, ты молодец, молодец, что держишь лицо. Дай бог на твоей улице будет достойный парень, который будет тебя унижать как-то по поводу там какого-то стиля одежды, внешнего вида, что-то еще боготворить и носить на руках. Хорошо, но в любом случае, Лер, как бы то ни было, мы даем тебе несколько дней на сбор вещей, на восстановление на какой-то моральный. Поэтому один-денька, два-три у тебя будет, а потом возвращайся сюда. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. И так мы переходим к другой паре. Объясни, вот кто дружит с Снежаной? Пожалуйста, мне объясните, может, я что-то не понимаю. Что здесь вот она одета? Она вот ходит недовольным лицом. Первое впечатление о человеке, как будто, вот я не знаю, только обиделись сильно. Вот она отойти прям не может до сих пор. Ну, обидели, да. Кто? Не, она своеобразная. Ну кто, два человека, видишь, Швань, Вязкова и Алла. Я не надежу людей, которые, знаешь, из тебя строят безумную интеллигенцию, но в любой момент, запомни мои слова, я вот таких людей насквозь вижу, она как крыса себя может повести. Вот я, конечно, не буду... Ну, как мышь, допустим, я не знаю, как объяснить. Она пойдет, вот, допустим, с тобой, не дай бог, где-то там просорится, и все просто сольет другому человеку. Не, Настя, Настя, она не, она реально такой человек. Это называется сплетница. Все тут ссорились между собой, да, могли там... А, хорошо, ладно, я не буду наговариваться человека, я, в принципе, ее не знаю, но первое впечатление они не хотят. Не, Настя, ты же знаешь, что вообще, в принципе, надо быть осторожней со всеми этими довериться, потому что, ну, бывают моменты. Слушай, а мне не нравится то, что другое. Я, например, думала, что любишь нормальная девчонка, а она, видишь, какая... Мы с тобой сидим, общаемся нормально, а она гадости говорит, врет. Я даже не стала это слушать. Мне это, в принципе, не надо. Ну, Катя, ну тут все не без грешка. Это, получается, значит, это нормальное поведение, когда сидит человек на меня просто... Катя, ну ты считаешь нормальное поведение, когда ты меня зовешь в гости, а потом просто в эфире поливаешь. Я тебя не звала в гости, тебя Филипп позвал в гости. Катя, по телефону мы с тобой разговаривали, может, напомните? Я сказала Филиппу, что поздно, пора спать. Ну, Катя, пожалуйста, я говорю, ладно, приходите. Я не знаю, что мы сейчас рассоримся. Меня подбесила, Настя, что мы до утра сидели. Ну, как я тебя, вот, Филипп, поливала, давай вспомним. Это не как в жизни мы не поехали к человеку, как просто так сама. Не, Настя, ну давай вспомним, как я тебя поливала. Вот давай, поскажи мне. Я сказала, Филипп, ты не мог пойти один, мы не высыпались, все. Я говорю, что ты все не без грешка, понимаешь? Настя, если бы тебя действительно задевала эта ситуация, ты бы мне перезвонила, а не написала смс. Я тебе написала смс, а зачем вам будут звонить? Я не ожидала от тебя такого, от человека, который я всю жизнь поддерживала, всегда. Настя, ты понимаешь, нет, смотри. И где-то такой, знаешь, эгоизм, я всегда его оправдывала, знаешь, и я не знаю, чем. Мой эгоизм? Ну у тебя есть такой парень. А в чем он проявляется? Я не хочу сейчас об этом разговаривать, что тебе будет неприятно. Я всегда правила лишь тем, что ты росла с сестрой вдвоем, и я это всегда понимала. Настя, ты хочешь общаться или хочешь ссориться, я не пойму одного. Нет, мы сейчас с тобой не ссоримся, мы разговариваем. Ну мы можем начинать поднимать и на этой почве там раздражаться. Мне, например, неприятные эти моменты. Я считаю, что если мне бы кто-то сказал, что ты обо мне плохое говоришь в эфире, я бы либо эфир посмотрела, либо позвонила. Я когда-то за глаза про кого-то говорила, вот за все пребывание здесь, хоть раз в жизни. За глаза. Ты? Да. Я не знаю, Настя. Если ты хотела тогда поссориться и перестать общаться, могла бы так и сказать. А ты правда считаешь, что я быстро постарею? Нет, я просто спрашиваю, правда это или нет? Нет, я считаю, что люди, которые ходят с недовольным лицом, всегда... А ты считаешь, что я хожу с недовольным лицом, когда я аккуратно делюсь? Почему? Может, я не с тобой разговариваю в Майами, задала вопрос Насте вообще. Настя, нет, я же тебе сказала. Лера, а в чем проблема? Ну, а зачем писать так, что я быстро постарею и тебе не нравится мое выражение лица? Я буду писать там, где я пишу, то, что я хочу. И не нужно мне потом задавать глупых вопросов. Просто я тебе говорю, то, что я прочитала, мне неприятно, так как мы с тобой не общались абсолютно. Как бы, ну, мне кажется, это нормально. Значит, мои выводы ошибочные, значит, ты позитивный человек, ты просто как минимум должна со мной пообщаться, чтобы я это поняла. Хорошо, не я с тобой, а ты со мной, чтобы потом писать такие выводы, хорошо? Лера, успокойся, пожалуйста. Нет, я с тобой общения не нуждаюсь. Ну, давай, давай мне колбасу Майами. Ну, что ж ты? Лера, ты послушай меня, я же тебе парирую, а ты делаешь, что ты меня не слышишь. Ну, просто молодой человек, который ты выделил симпатию, много меня отвлекает. А кому деликатесик? А ты зачем так, что это было? Дай мне листочку, господи. А ну? Давай, бери ее. Ну, давай. Сможешь мне ртом прям захватить ее полностью? Я тебе сейчас ее в одно место застону, ты так будешь радоваться. А ну? Жвачка уже такая, стильная, матная, такая, молодежная. Тебе не стыдно вообще? Почему мне должно быть стыдно? Ты только вчера спал с женщиной в кровати, сейчас... Ну, я с любимой женщиной спал в кровати. Ну, какая разница делать у тебя? Хочешь, я уйду, скажи, уйди, я уйду. Нет, ты можешь присесть с дядушком культурника. Я могу забыть, что у тебя шея сломаю. Я че сделаю? Нечаянно. Ударишь меня? Что-нибудь сделай плохое. Сделай что-нибудь плохое. Я боюсь, я сделаю тебе очень плохо. Ну, сделай очень плохо. Тебе уже сделала, ты сейчас с кулью, тебе шея сломала. Ну, шея, блин, да. Только не на шею. А так же что-нибудь сделаю, правда? Нет, я хочу именно на шею, извините. Ой, Олега... Ну и безобразница ты сама такая. Чего переехала ныть, что-либо, чего? А? Ковалевская. Ну? Олега, тебе нельзя долго сидеть ночью. У тебя больная шея, тебе нужно отдыхать. Мне нужно спать? Да. Олежка, мои ноги... От любви до ненависти один шаг, правда? Все время меня ходила драконила, а теперь решила. Да-да-да, мне не знаю. Ты мне сломаешься? Тебе чуть-чуть подожди, види дискомфорта, ничего нет. Да, я мне, конечно, дискомфорта. Неногая женщина жила. Так вот, ноги просто, все. Не больше. Я смотрю, шея у нас сразу закрутилась, да? В разные стороны. Олег, не дотрагивайся до меня. В смысле, не дотрагивайся до меня? Я не могу так. Я не могу, прости, не могу я так. Я не могу столько другу придать. Чего? Иди уже спи. Ты уверена сейчас в своей сне? В смысле, какую подругу ты не хочешь прийти? Вот зачем ты спрашиваешь? Один вопрос, потом следом второй. Ты не хочешь просто на первый вопрос услышать ответа? Я же знаю, я ведь могу ответить. Я одинок. Ты-то одинок. Ну? И? Мой сладкий, я не одинок, у меня есть душа. Мой море. Понятно, все, давай пока. Я сплю. Давай пока и лежит там. Давай уже. Уже как бы спать пора. Ты будешь спать? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И грубость которого в последнее время часто звучали со стороны девчонок. Но, похоже, парень не намерен меняться и теперь решил подшутить над Антоном Димаковым, намекая на его нетрадиционную ориентацию. И все это при Лере Кашубиной, симпатизирующей Антону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег, а ты будешь? А что ты говоришь? Тебя здесь больше всего по этой теме степута. Слышь, а хоть кто-то показал мне что-то. Слышь, я беру фотографию, хоть что-то, слышь. Слышь, я тебе говорю свой рот, закрой вонючее. Сначала мне сюда какой-то факт, а потом будешь не что-то говорить. А почему ты про других говоришь? Заткни свой рот вонючий, слышь. Заткни свой рот. Фотографии в интернете. Слышь, я не делаю. С Антоном, у тебя тоже есть фотографии в интернете. Дальше что? Ты парня с пацанами, с Эдиками защищаешься, а про меня не можешь даже ничего подтвердить свои слова. Ты говоришь, что у тебя есть друзья Эдики. Дальше что? Нет, у меня есть. У тебя есть. Вот и все, сиди, коварик. У него есть. Я тебя не знаю. Это ничего. Ой, 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 ой. Кать, прости. Нормальная, ты? Нет, прости, я хотела в нем. Нет, нормально. Нормальная. Вы что, не годите. Перестаньте, обкуриваться, иду, достали, блин. Че, улыбайся-то? Настроение хорошее? Я с такой себе легкостью встала. Одна. Так пошла, сходила в салон, кстати. Вот. Волосы перекрасил. Мне кажется, даже у меня, знаешь, цвет лица другому какую-то стал. Ну смотри, я тебе что могу сказать? А еще это. Че? Позвонил. Бывший друг. Тебе? Да. Узывай просто как терпит. Да, узывай, как желпы чувствуют. Блин, слушай. Я сейчас поеду на съемочную площадку, у него опять эта роль. Вот, мы поснимаемся, а потом это... Ну, он отснимется, а потом поем гулять. Слушай, ну, Лер, ну, я тебе серьезно говорю, ты молодец, вот так и надо. Так и надо. Идет по жизни легко, серьезно говорю. Ты понимаешь, да, ты, что ты... Баланс проскелла. Да, ты без Олега была Валерием Мастерко. С Олегом, опять-таки, Лера плюс один. Ого, всякое. Да. Чушь писал. Рабыня. Рак, ты всегда будешь ходить и всем задница лизать, чтобы как-то устаканиться в коллективе. Ты знаешь, только сильный человек может склонить голову и сказать, да, конечно, ты у нас крутой, ты у нас замечательный. Потому что я такое себе на выне-то не считаю по жизни. Конечно, Дер. Ну, нормально, пускай вот сейчас самое главное, что это... Он же тешит себя надеждой, что сейчас он заехал в мужскую спальню, и все девочки вокруг него вот и с Кашубиной построят отношения. Ну, как бы засирал, засирал, вот с ней и останется. Ты уже определилась с симпатией? Нет. А? Кто нравится тебе? Я определилась, мне никто не нравится. Реально? Понятно. Надо за мной ухаживать, чтобы мне туда понравилось. Ну, понимаешь, с таким отношением, как у тебя, за тобой ухаживать сложно, на самом деле. А на какое, может быть, у меня отношение? Ну, может быть, только безразличие. Лично вот у меня, я тебе скажу, вот с твоим отношением, да, с твоим поведением я смотрю, честно, у меня не возникает желания ухаживать за тобой. Так, подходить, крутиться возле тебя, мне приятно. Но что-то делать, потому что ты в один прекрасный день можешь... Потому что ты знаешь, что это безрезультатно. Нет, я знаю, что если я начну, если захочу, то я добьюсь. А я это слышала, знаешь, на этом проекте сколько раз? Если я захочу, и что, по-моему, то с этого. Просто в один прекрасный день после ухаживания, тебе не составит труда сказать, слушай, ну, как бы этот, там вариант получше, давай этот, до свидания. Не могу, не уверенность в тебе, нет уверенности, понимаешь? Вот за тобой, если начать ухаживать... А ты будешь уверен в себе, не во мне? Да я уверен в себе, Настя. Ну, тогда зачем? Ну, вот смотри, ну, что это за, откуда вот, ты можешь проще быть? Немножко. Я заметила, что тебе это нечего сказать. Мне? Да. В чем мне еще, мне сказать? Ты говоришь, будь проще. Ну, будь проще, да, в смысле, такая уходишь, такая походка, да, вот что, будь уверен в себе, ну, мне сложно так вообще-то. Зачем ты просто влезаешь? Да потому что меня обидно, Антон. Можно я буду, это, Бусь? Ты что, забыл, как его здесь стебали? Голубой он или какой? Про фотографии твои начал говорить. Я в него лицо бросила, не попала, попала в колесо, блин. В колесо попала? Да. О, Господи. Теперь колесо на меня еще орет. Короче, блин, из-за тебя... И маска. А этот придурок взял, майонез мне в лицо нормально, вот так вот, у меня маска майонезная только что была, пришлось он и в вас идти. Хватит бревать. Как хватит-то, я же вот, я же вижу. Во, сейчас хватит, да? Да. Сейчас был бы здесь кто-нибудь, блин, мужик, который может меня щипеть бы, так он сделал. Чего пришла, не понял, в интернете сидеть. Отстань. А ты пришел, что тут, видео записываешь? Вот, видишь, что? А-а-а! Да, Борь! Олег! Я сейчас дам тебя по рожу, отвечаю. Чувак? Ой, обезьяна. Обезьяна, чи-чи-чи, покупала, кипячи. Кать, не мыла этого, этого? Это же месяц. Мне это сложно будет делать. Все, пошел, 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 пошел. Антон поможет. Все, пошел. Ну, Олег! Все, все, тихо! Укосли. Тихо, говорю, успокойся. О-о-о, сфри, прорезался, Кать. А-а-а! 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 Без ты! Козел, еще не укусил меня. Козля. Ты посмотри, что она сделала, Кать. Чего? Укусил? Ты чего это? Укусил? Смотри сюда. Чего я укусила? Смотри сюда. Ты чего? Ты чего? Чего ты ее кусаешь? Не кусаешься. Не кусайся. Нормально ухаживает мальчик за девушкой. А-а-а! Отдрались. А-а-а! 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 Блин, встал мой телефон. Скажи. Мне кажется, он привык с Лерой мастерком. У него постоянно вот эти вот кусачки, драчки было. Третья мать. Все нормально. Я с тобой не разговариваю. Издуша, что я укусил тебя за палец? Да. Скажи, пожалуйста, ты обитялась из-за того, что я укусил тебя за палец? Я с тобой не разговариваю. Ася, мы расстаемся из-за того, что я укусил тебя за палец? Это не смешно. Мне тоже не приятно. Да, и значит, надо в ответ меня кусать. Вот, пожалуйста, весь твой юношеский максимализм. Иди отсюда. Поговорить о другом супер-мужчине, Олеге Майами, который вчера расстался. Да, 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 Катя правильно изображает. Ну, он некрасиво расстался со своей девушкой, с которой жил целый месяц. Он начал ее оскорблять, припоминать ей всего. Более того, я так поняла, он сегодня уходит и гордится тем, что она стояла на коленях, на том, на сём. Он очень гордится тем, что он Лере сегодня майонезом в лицо залепил. Я так понимаю, что он подпитывается тем, что унижает девушек и оскорбляет. Что это? Это мужское поведение или нет? Вот касаемо Лерки, похвалить хочу. Она сильная девушка, она держит лицо. Вот Настя заметила, когда в первой встрече вчера за слом было, Лера даже пару моментов сделала вид, что она не услышала что-то. И сказала, ей тяжело реально разговаривать. Она понимает, что виноват Майами. Более того, я уверена, она не будет на Настю срываться, чтобы не опуститься, чтобы держать лицо и не показать свою слабость Олегу. Я более чем уверена. Как Олег себя ведет, ты считаешь? Я еще добавлю, ну Лерку безумно жалко. Она прям видит, где Олег ходит, что он делает, с кем он разговаривает. Ей тяжело очень. И я понимаю, что не каждая бы так смогла молча ходить и сдерживаться. Касаемо Олега, при всех действительно его многочисленных талантах и достаточно миловидной внешности, вы знаете, у него серьезные проблемы с общением с женским полом. Потому что думать, что унизив девушку другую, при той, которая тебе нравится, что ты вырастешь в ее глазах, это такой бред. Любая нормальная девушка понимает, что если ты так разговариваешь с другой, значит в какой-то момент ты услышишь такой же в свой адрес. Дальше пойдем. Он абсолютно не умеет заигрывать. Он заигрывает очень грубо. Он сегодня укусил Настюку за палец. Он раздражает девушку. Да, он раздражительный. То есть он пытается набить себе цену за счет унижения других, думает, что это кайфово. Он пытается набить себе цену за счет, вот цепляет то Катьке, то Куреву подойдет, то Клерке, что-то еще. Типа я всем нравлюсь. На самом деле ты ко всем пристаешь, а все понимают, кто ты. И вот пока Олег не поймет, как правильно надо ухаживать за девушкой, не разработать стратегию воздействия на нее грамотную, чтобы ее цеплять, а не делать ей больно, у Олега не будет девушки, которую хочет он. С ним всегда будет девушка, которая хочет его. Все. Все девушки, и девушки, которые находятся в периметре, и за периметром, которые, возможно, тебя рассматривают как потенциально молодого человека, они все видели твое отношение к Лере. И Настя Ковалева в том числе. И если честно, ей не очень нравится, как ты ведешь себя по отношению к своей бывшей девушке. Не Настя Ковалева, так другая девочка придет, которая абсолютно не будет там не говорить. Какой ты плохой мальчик, ведешь себя так с девочкой. Извините, девочка, я добилась этого сама. Она провоцировала просто меня. Ну, так, как она провоцировала, никто никого не провоцировал. Нет, нормально, говоришь, не Настя Ковалева, так следующая. Ну, а что мне сейчас делать? Я что, буду бегать, что ли? А Настя об этом знает? В смысле? Что не Настя Ковалева, так следующая. Так, если Настя там что-то не устраивает, она не хочет с вами встречаться из-за моего отношения к Лере, там, моих прошлых отношений, ну все, значит, ну что, ну ничем не могу помочь. Ну, а как ты ухаживаешь за девушкой? Или, наоборот, изменить свое отношение? Я достойно расстаться с Лерой. Я достойно расстался. Вчера ты достойно расстался. Я не хотел грубить на лобном месте, просто она сделала для этого все. Но начал грубить. Но начал грубить. Ну, Олег, если честно, от твоего хамства все устали. Сегодня даже Леру Гашевну довела до того, что она кинула в тебя яйцо. Я майонезом ее в лицо. А, отлично. Ты этим хвастаешься, да? А ты ее как метка. Я не знаю, как метка. Тебе весело, да? Слушай, ну о чем можно разговаривать с человеком, если он хвастается, что он майонезом попал в Леру? Олег, ты просто свинья. Я прям агрессор вообще жесткий. А с Настей, ты готов показать себя с другой стороны? Так, в смысле, я какой есть. А девушке тоже очень много зависит, Толечка. Ну, если ты признаешься сейчас, что ты агрессор. Так я тебе говорю, что если девушка заслуживает, ну вот оно так происходит, понимаешь? Если она ведет себя не так. Бывает. Она очень хорошо себя вела, понимаешь? Она и ухаживала. В своих словах она. Да, она ухаживала. Вообще, она заслужила вот такого вчера вот хамского расставания, вот такого мерзкого, Олег. Вот ты столько вот вещей обидных наговорил, вот по-женски обидных. Я с тобой, я тебе скажу правду с самого начала. Хочешь, скажу правду? Ты со мной из-за проекта. Ты не нравилась никому. Ты со мной из-за проекта. Мне не нравится твое лицо, мне не нравятся твои волосы, мне не нравится твое тело. Мне не нравится твой стиль одежды. Мне ничего в это не нравится. А что ж ты так... знаешь как сложно терпеть как сложно терпеть ну вот все что происходит но как-то уже не вернешь понимаешь хотелось бы исправить но уже не по согласно лет но тебе должно быть стыдно не только за то что ты вчера так с лера мастерков поступила но и за то что ты с лера кашин и так поступил потому что в принципе мужчина мужчина лет не мальчик маленький который радуется хлопать в ладоши что он метко майонезом попал и машинка который свалит а мужчине должно быть стыдно за такие поступки не изменила мнение на саню я вчера сказала что мнение о нем меняется не лучшую сторону потому что оскорблять девушку с которой ты буквально до расстался полчаса назад это неправильно и он опять же как вот антон в этой ситуации он пытался таким образом да там избивали лишь в том за волосы там пинками он пытался показать превосходство свое мужское но это просто настолько ничтожно если честно ну я с ним не буду это факт мы общаемся для меня слишком мало я еще раз повторюсь что юношеский максимализм в нем бьет ключом насть а может быть он хочет перед тобой покрасоваться и таким образом унижать шарля и леру он хочет твои глаза вырасти я уверена что он думал что может я похвалю его но я никогда не уважал такое поведение мужчин знаешь как вот у девушек бывает что если одну значит загадил а к тебе проявил внимание такая скажешь боже я точно лучший конечно же я лучше ли тебе человек и если он оскорбляет девушку и думать что я покупаю за это ладоши стоят он ошибается я считаю что это неприемлемое поведение как вы сейчас общаетесь как кошка-собака вы знаете как бы я общаюсь с ним на расстоянии мы могли общаться как друзья но сейчас даже как друзья наверное уже мы не можем этого делать потому что он стал позволять слишком много он подошел меня там по попе там еще куда-то руки сует я думаю мальчик вот они перепутал на что он не ой выбрать свой папа я говорю почему папа это элементарное то что уважение к человеку а если ты думаешь что он стал на этой улице садик что это не так нет на самом деле я думаю что все замечательно даже очень хорошо если ты несколько раз одернешь его потому что он действительно понял на отношениях с лире что он может себе такой позволить лера тоже совершала ошибки я вам скажу в чем лера позволяла звали не и оскорблять других девочек и она ничего не делала для того чтобы он так не делал лера кашубина оксана ряска которая плакала от этого мальчика снежа не доставалось тоже по полной программе а лера на все это закрывала глаза в результате все это обернулось и против нее тоже больше не грустит об утраченных отношениях и отправилась на свидание со своим знакомым на поляне многие осуждают поведение олега майами называя его хамским и грубым сам парень шутками комментирует утреннюю стычку с лерой кашубиной и не спешит оправдываться за свои поступки может быть собравшемуся коллективу вместе с приехавшими горожанами удастся вразумить скандалиста а у нас сегодня лобное место а я сегодня выступаю номер 13 а мы встречаем ксению бородину на лобном месте итак и начнем наше новое лобное место с обсуждения олега майами олег вчера ты закончил свои неудачные отношения весьма некрасиво вообще не по-мужски это мое мнение и мнение большинства ребят которые вчера высказывались а теперь ты здесь на поляне олег ты продолжил свою тактику издевательства над женщинами и сегодня лирика шубиной майонезом в лицо запустил ну олег я понимаю что ты очень там озорной молодой там много что играет в разных местах это все понятно но в любом случае ты должен понимать одно что как бы если ты станешь взрослым это пойдет лишь тебе на пользу потому что унижать женщину но это вот это все уровень детского сада знаешь вот унизил все парни поржали вокруг и типа это клёво ну на самом деле это не совсем выглядит красиво насти ковалева вчера пришла к тебе допустим да и результат уже на лицо она сегодня сказала что ты знаешь с тобой не хочет никаких отношений строить я понимаю что сейчас делаешь вид типа ты страдаешь сильно подчеркило то что да в принципе ты мне не нравилось то особо укусил меня за палец козел а когда он подошел меня начала быть я говорю ты ничего не попутал а он мне ну смысл и нам уже друзья я его начало царапать ну за что он просто начал кусаться ну ясли вообще олег ты собираешься меняться к я нормальный я не про ориентацию сейчас девушкам твои так называемое ухаживание то как ты это видишь она немножко ну не айс понимаешь она как бы не подходит давайте с лерой кашевина начнем давайте это я ни в коем случае не хотел унижать я не утром не проснулся с планом унизить кого-то из женщин просто такая ситуация случилась до лет прости может быть я переборщил действительно с с майонезом да вот много слишком может быть выгрызнул вот что к смотри можно я скажу про начинаешь прикалывая не приборщил даже не изменения просто извини что много майонеза так в смысле что я свинь извинился ксюш действительно много майонеза было а действительно то что ты совершил этот поступок она как бы это нормально лет лерки кашубина и тоже нужно делать это потому что она периодически получает едой в лицо на кухне вот и за себя ответ я действительно считаю что это не мужской поступок я не считаю что я герой в этой ситуации да не выгляжу здесь прям красавчиком таким я действительно не прав я извиняюсь да что я с майонезом переборщил мне казалось что ты один из тех ярких мальчиков за которыми там бегают девчонки хотят встречаться которым в принципе ты как бы симпатичный на мордашку довольно таки не глуп да то есть мне кажется с тобой не просьба кто-то построить отношения но при всем при этом твоем облике получается так что все ну точнее не все они кто не хочет строить с собой отношения ну давайте просто поднимут руки те девушки которые хотели бы построить отношения я как ашубин а ну подними антоха опусти ну и что если дальше то что действительно сегодня ситуация была я говорю не был некрасив девочки которые присутствовали конечно представили что им такое сделали если они с таким парнем не будет отношения строить дело не то вот именно что и дело дело не только в сегодняшнем дне а в том как ты обошелся с той же самой лирой эти все шутки все эти приколы такое отношение как бы ты действительно со всеми здесь попробовал понимаешь отношения практически со всеми и никто не катя колесниченко не там не лера не мастер кодом не не настя которая к тебе пришла никто не может сказать да он клевый парень просто не получилось все знаешь каким-то таким да блин да он не умеет общаться женщинами вот какой у них а остаток не умеет общаться женщина вообще классно сказано я просто объясняю что серёж нет сейчас ксюш нет сейчас будет потом я устрою себе перерыв у меня отношения только закончились вчера я тебе больше скажу если бы я сделал попытался что-то сделать в сторону любой здесь женщины я бы спасался отношения я бы добился что зачем ты сейчас лишние говоришь сейчас я не хочу на это мы с тобой сегодня поговорили мы с тобой все мы с тобой как и заканчиваем на дружбе что докажет я хочу чтобы я добился ты хочешь чтобы я добился тебя или что сколько лет ты хочешь тебе добился тебя я мечтаю только эмоций что прямо когда я подходил там тут ну пригласился нравилось я просто начну так начну с этого я тоже не дурак серёж мне хотелось какие-то моменты подержать майами что может быть девушки не дотягивают если он так как бы вольно разбрасывается ими не зацепила значит а вот они не дотягивают видимо да если он так укусил ее за палец и горит да все ты мне она сейчас сидит ну докажи мне добивайся мне ну добивайся а он сидит уже все а другой момент что ни одна девушка не подняла руку почему потому что у него с каждой девушкой с которой он пытался по сравнению отношений конфликт был и причем конфликт в то и в той позиции что он как бы здесь проявляется его мужское это может быть прикольно в майами это слегка вот понимаешь унижает тебя потому что как мужчин ты должен учиться этому я тоже вот когда пришел и майонезами помидорами все это было сейчас я посмотрю на эти вещи немножко по-другому мне кажется ты для того чтобы вырасти здесь в коллективе надо как-то перестроиться на другой лад и тогда может быть настя соизволит к тебе как бы подойти и что-то футбол соизволила хорошо мы видим что олег и сейчас продолжает понтоваться он в общем-то не слышат что ему советуют и говорят видимо надо оставить его действительно на время в покое может быть жизни как же его и научат уже сказано было в конце можно пожалуйста одну фразу давай одно и вы действительно говорите верные вещи я буду меняться я хочу поменяться да это моя ошибка по жизни она меня ведет действительно это мой косяк что я не умею красиво закончить свои отношения я научусь потом два меня научат не надо как уметь красиво заканчивать отношения самое ценное во всем этом олег это умеет удержать отношения и чтобы эти отношения были красивыми ами обвиняемый многими хамском и грубом поведении находит себе оправдание и продолжает общаться с девчонками довольно резко и высокомерно ты просто еще не видела да если я начну добиваться и что ты начнешь да твоя сущность уже за пять минут и в конце вылезу если если я начну не если я кто хочет тот начинает делать и что там начнет же если он начнет у него не хватает мозгов на вот эту мне просто дальше стрёмно мы нормально общаемся я им говорю олег вот не было тебя и будет ну что ты бросил он говорит она мне внешне нравится мне нравится как ведет игры это ж наоборо интересно у тебя не нравится вас ведет знаешь что не нравится как видят не нравится то что я отшел отсюда вот что ему не а что если он такой идеальный ты скажешь пошел нет значит он не идеальный людей просто он ведет себя как ребенок понимаешь вот если бы он исключил вот эту детскую манеру поведения если бы он понял что надо же если бы как минимум не скреблял женщин и ну да там в ответ после того как расстались не говорил что они там свиньи и так далее он даже на лобном сидел юр ночь и ситуация с мастер-коллер к тоже некрасивая потом вот это вот тоже совсем с риаской уже связь иди сюда я не наслушалась потому что я улетела в египет я уже потом отказалась потому что он же хотел этот треугольничек вот как бы ну так а так девочки были политы ты еще не наслушалась нас ничего абсолютно он принципе симпатяшка у нее все шансы стать матча у него нет ни опыта не могу слушать понимаешь все время одни и те же ошибки смешать постоянно понимаешь вот снасти реабилитировать себя и по-новому что-то начать а у него как начиналась катей и закончилась также с веры вот как вот он начинал вроде как бы там пришел по ухаживал и потом опять засрал девчонку под конец и так все да естественно не одна сейчас отказалась потом вообще никто не придет и слышать притягивать когда говоришь мужчине нет он все равно делать но не навязчиво а просто тактично потихонечку я сказала нет да ты вообще ковалева ты кто такая то я вообще в шоке буду нифига себе олег что-то это загоняет чем говорит что самое сложное вообще-то было с мастерку что там сложно типа вот как бы ее заставить знаешь говорить мой король он это смоги уходит им гордиться просто-напросто так самый прикол в том что он бы мог тебя вот обхаживать обхаживать а потом чик спровоцировать к другой и у тебя я вот понимаю я сейчас вижу сейчас такой момент после этого пальца такой момент был начать стратегию грамотно блин нет он хотя бы как-то там поиграл там интерес какой-то к себе вызвал а то получается он так знаешь что ему сказал нет у него еще ошибка он лапы протягивает он лезет лапать я прям по жести не одной девушки нормально это не хочет быть дерзким но это смешно все так выглядит дерзкий вот пока он не будет не сможешь спуститься с небес на землю и осознать что немножко косячит не хватает ему там мудрости да в этом плане вот постоянно так будет правда будет с ним те кто хотят его а вот на тебя он злится то что он тебе хочет не может но я и дам понять что она мне симпатично и все это не по стола помнишь он бы с удовольствием замутил бы с ней он вот у меня первый день крутился тут уже вертелся да но только не не должной реакции не почувствовал и понял что у нас езжать пока живой да ну мне кажется олег настырный олега майами и валерий мастерко хоть и распалась с упреками и скандалом после ночи проведенной на разных территориях ребятам есть что сказать в адрес друг друга лера приехала вместе с городскими на поляну и тут же продолжила скандалить с олегом если ты сейчас человек унитаз в рассаке и вся женская спальня тебе большой толстый и ты сейчас вообще не увечался успехом и молча понятно что я неудачно слушая чё на лицо закончилась тоналка просто одну половину намазала слушай а трещины и позвоночков уже вылечились так я не могу и пятый шестой хорошо выглядеть слушай я тебе говорю а чё без корсетика без корсетика без корсетика чё все-все-все она у него эмоции-то вызывает посмотрите а? эмоции-то ты у него вызываешь а говорил оскорблять не буду да всё я не оскорблял твоя сущность и прерогатива лишать сфинктер если вы с корней просто оскорбляете и всё в этом роде давай унитаз одевай и ходи по холодку женская спальня тебя всяла бартанула с самого лучшего короля унитаза Лев я сейчас начну оскорблять да? а я оскорбила тебя сейчас чё? пойдём не надо меня трогать ну так просто на секунду пойдём пройдёмся Лев не трогайся а? 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 а я что больно? не умею не себе не увлечёлся успев в женской спальне хватать не решил а? 5-6 позвонок и поет полетишь отсюда да что ты говоришь полетишь ты отсюда ещё раз поетишь отсюда и оказалась в жопе. Да ты когда, если вы унитазы приняли божие дети, это практика, это унитазы. Подожди, а когда ты говорил про мою грудь, ты так же врал, а я так же тебе говорила. Ну думаю, ладно, уже ущербно, нужно будет усереть. Терминатор. Я наступил в глаза все божие роса. Он сейчас один. Пока он был в стаканском, можно было ущемить пацанского достоинства наехать за девушку. А сейчас унитаз один. Сейчас Орежек у нас наш один. А ну целуй. Бабки давай. Целуй, целуй. Орежек, Орежек, Орежку только если уничтожить. Орежек думал вернется. Член пощадь, дерьмо, тогда он поймет. Ты думаешь, там дверь найдется, член? Наташа, а что твоя Эрку защищает? А что бывшую защищает? Да потому что соскочит от тебя и с Эркой будет с удовольствием с мастерком встречаться заново. А ты так, а ты так, для... Чики-поки, чики-поки, конечно. Да, чики-поки. А ты кому хочешь, скажи. Ты никому не хочешь. А я свободна, птица. А жизнь. Так, вот начинается. Ну начинается, что начинается. Олег, подожди, корсет одену сейчас. Олег, одень шею свою. Пойму, ты не хочешь. Да, меня. Только не меня. Майк. Одень шею, Олег. А что ты делаешь, я не пойму, а? А я нормально... Умно, что ли, самое? Пошел вон отсюда, придурок конченый. Вы чего, помеи, Ваня? Чики-поки, перебой, на улицу. Давай, 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 придурок конченый. Придурок, успокойся. Присните, пожалуйста, что между вами сегодня произошло? Олег Кривиков, он же Майами, стал откровенное оскорбление отпускать в адрес девушки Коляны Наташи Волковой. И это спровоцировало конфликт, конфликт, в ходе которого Коляна плеснул молоком в Олега Майами. В ответ Майами плеснул кефиром, потом разбилась чашка пола. Которая до сих пор не убрана. Почему? Вот я сюда шла на тет-а-тет, и я не понимаю, по каким причинам, до сих пор это не убрано. Это не убрано, потому что... А кто должен убрать? Я должна прийти на тет-а-тет, убрать ваши разбитые чашки, за детьми подбирать, горшки за вами мыть можно? Эта тема поднималась. Ребята ставили вопрос о том, кто должен подметать осколки. Я считаю, что это должен делать тот, кто спровоцировал конфликт. Это должен делать Олег Майами, потому что он спровоцировал конфликт. Что за бред вообще несете? Вы сегодня наказаны оба. Вы будете убирать сейчас и мужскую, и женскую, и холла второй этаж. Потому что это история с продуктами, которым вы кидаетесь, и вещи, которые вы здесь, простите, не вложив ни копейки, разбрасываетесь и бьете чашки, блюдцы, портите нам стены, а это новый дом, простите, да? Оба возьмете швабры, будете здесь все вылизывать, чтобы в следующий раз вам было неповадно. И вы сто раз подумали, кинуться этим майонезом другого человека, тратя продукты, которые вы не покупаете, и бить чашки о пол. Или подумайте, или вот я полдня убирался, поэтому делать я больше так не буду. Вот, кстати, за границей же есть мера наказания. А потом на следующей неделе кто-нибудь поймет, что можно иммунитет заработать уборкой. На беда окурили. Нет, можно, чтобы, знаешь, не то, что иммунитет, а наоборот, блин, не буду рамсить, это убирать заставить, знаешь, или так. Такая, чтобы была мера наказания. Уборка. Вот на стуле потехи кефирные. А сейчас убери токаря, ты че? Че? Я тоже вообще-то здесь тоже убираюсь, ты че? Ну вот, убирайся. Ты идите, подотрите мне платьишко, а кто мне лучше его вылежит, тот и останется. Георгий, где именно он добычный? О-о-о. Когда я правый гонсканал, Георгий, где именно он добычный? Георгий, где именно он добычный? Че ты ее за задницу трогаешь? Не здесь, Колечка. Она говорит, что это самое, что типа я... А где? Нормально вообще? Что нормально? Верили убраться. А сейчас уберем. Лера Мастерко утверждает, что я ей платье забрызгал. Ну иди облежи у Леры Мастерко, раз на то пошло. Нет, не надо. Машинки есть для этого. А мы перейдем к дрочунам. Хочу поговорить о закатычных друзьях. Это Коля и Олег Майами. Олег, скажи мне, почему ты неравнодушен к Николаю? Флирт. Флирт. То есть ты с ним флиртуешь? Нет, все, давай без шуток. Сегодня была ситуация... Без шуток и спрашиваю, почему... Может, тебе нравится Николай, тоже так бывает, да, ребята? Да. Конечно. Да. Кроме Наташи кому-то нравится Николай. Олег, ответьте мне на вопрос. Да. Что у тебя за претензии к Николаю? У человека закончились сегодня слова. И он перешел к действиям. Он обылил меня молоком. Его девушка начала кидаться в меня всякими бутылками. И вот так вот сегодня происходило. До этого какие у тебя были претензии к Николаю? До этого не было претензий. Приехали Коля с Наташей из городских квартир. И Наташа решила, что она может позволить себе на наших полянских на кого-то голос повышать. А почему так и получается в твоей жизни, Олег, что практически у всех ребят при общении с тобой часто заканчиваются слова? Ну, это надо у них спросить. У меня-то они не заканчиваются. Коль, почему у тебя закончились слова сегодня? У меня не закончились слова... Значит, что касается флирта, подозрения в нетрадиционных элементах поведения здесь возникали на проекте только по поводу Майами. По поводу Коля никогда таких мыслей ни у кого не возникало. Что касается того, что сегодня я палил Майами молоком. Значит, с утра Майами пытался всячески выводить меня на всякие жесткие эмоции. Я все переводил в юмор. В конце концов, у Майами закончились корректные аргументы. И он стал в открытой форме оскорблять и пытаться обидеть мою девушку. У кого первого закончились слова? Просто Олег говорит, что... Значит, корректные и вежливые слова закончились в Майами. И он перешел на грубую брань, на вульгарные выражения, на слова жаргонные. Он тебя как-то оскорбил? Он пытался зацепить и обидеть Наташу Волкову. Сережа, пожалуйста. Я просто хочу сказать, что молодой педушок, у него ошейник на шее, он этим пользуется. Он пользуется тем, что его нельзя обижать. У меня ошейник на шее, не трогай меня. И он позволяет тебе нелестно отзываться о людях. Меня это не задевает, мы с ним на равных, мы друг друга. Кого-то это задевает, и где-то он на девушек переходит. Я уже ему говорю, Майами, ты если обижаешь девушек, знаешь, что в ответ будут тебе подходить парни и давать по шее. Скажи мне, пожалуйста, Сережа, если вы так чувствуете друг друга с Олегом, почему он так делает? Почему не выбирает ухаживать за девушками? Почему не выбирает нормальное общение? Нет, чувствует Олег колена, поскольку они в эфире болтаются вместе. Они друг друга чувствуют, видимо. А я просто наблюдаю за ним, он просто молодой, глупый. И ему кажется, что он самый красивый. Что девки вообще все страшные. Ни одна его не подстать. Он вообще король здесь у нас со вселенной. И вообще, девчонки, если вы не знаете, его даже жучки-паучки все хотят с ним построить отношения. Поймите, это второй а-ля матерация, который сейчас вот здесь сидит и говорит, что с кем здесь встречаться? С одной повстречался страшная, рыжая, некрасивая. Со второй повстречался, вообще не подходит, у нее там уши испаниеля. У третьей еще что-то не так. И все какие-то косые оказываются. А один он у нас, ой-ой-ой, красавчик. От этого все и происходит. Может быть, в Майами стоит спуститься на землю и как-то более приземленно с людьми общаться. Спасибо большое, Сереж. Жлера, вот сейчас, глядя на Олега, на то, как он себя ведет, радуешься, наверное, что этот молодой человек не с тобой? Бог отвел. Прокомментировать ситуацию? Ну, я хочу сказать, что две стороны... Ну, твои бывшие дерутся друг с другом? Бывшие? Не знаю. Я хочу сказать, что две стороны неправы. Один за своими эмоциями, 40 лет мозг не включает и кидает кружку, потому что у него уже была такая ситуация, что плачевно было. А другой много спесть, не следить за своим языком. Правильно, Сережа сказал, пользуйтесь положением. Пока в ошейнике понимают, что не трогать не нужно человека, вот, высоко взлетел, больно падать. И нужно уважать коллектив, в котором ты проживаешь. А если такое пренебрежительное отношение, и ты тут самый лучший, а здесь собрались плебеи, ну, тогда нам не по пути в таком случае. И вот там за воротами такие крутые веры. Пока я тебя слушала, я даже не могла всю тщательно расслушать, потому что справа тут сидел Олег в Майами и комментировал вообще не только тебя, но и всех ребят, которые высказываются. Я так понимаю, что все это хихоньки-хахоньки, всерьез он не воспринимает все, что мы обсуждаем. Поэтому, как ведущая телепроекта Дом-2, я назначаю Олега Майами дежурного здесь всю неделю. Да, это именно так, Олег, это именно так. Нет. Не нет, а да. Нет. Ну, а мы переходим, наконец-то, к голосованию. Вынести бюллетени. А я не буду дежурить. Пускай поощрячь его дальше. Я ничего мыть не буду. Не буду, поверьте. Все меня услышали. Олег, если... Или, может, прямо сейчас покинуть слабое место? Как участник? Я понять не могу. Вы человека поощряете, потому что он кружкой бросается посудой. Я тебе говорю, что ты не... Олег, ты провокатор. Вообще ж какой провокатор, я правду сказал, какой провокатор. Ты провоцируешь, ты провоцируешь каждый день. Но вы не борзеете или что? Святые, что ли, что собрались тут? Вот я, Оля, знаешь, как тебе сказали? Святые, тут, слышь, сидят. Ты вообще вообще сиди, придурок. Олег, меня услышал. Значит, я буду продолжать гнобить, я буду мыть посуду и гнобить. Значит, ты будешь, уйдешь с проекта, Олег. Я буду мыть посуду и гнобить. Да ничего, что. Почему человек сидит кружкой? Почему кружкой бросается? Ты задолбал мне чок, а я тебе мальчик, что ли? Сейчас чок, ну раз, и шея слетит. Понял, чудище. Я хочу, чтобы он справедливил. Ты ведущая сказала или нет, или ты тупой? Ведущая сказала, сука, дежурить будешь. Нет, он сидит, как мальчик, прикажет. Давай с Колей Плюся иди, ну не с ведущей. Иди с ведущей по Плюся тогда еще. Что ты раскомандовался себе? Уже отводку сказали, уже говорят голосование. Он с индиск, сука, размусоливает. Что ты суньи пускаешь? Потому что Лебеш выступает, давай быстрее. Спасибо, Сережа. Слава Богу. У вас есть 3 секунды, чтобы сделать свой выбор. Что ты себя так ведешь? Мне так стыдно. Я вот кто посмотрит это в эфире. Ты слышала, что я сейчас сказал? Да что извиняться перед поступками? Не делай таких поступков. Не надо их делать. Тебе 40 лет, и ты плюешься. 20-летний мальчишка и то себе этот не позволил. Он как ягода вот так вот ходил, а ты повелся. Я совершал эти все поступки сегодняшние, потому что на тебя наезжали, а я за тебя заступался. Не надо сейчас вот заступался, не надо было плевать. Ты вообще нормальный со второго этажа. Я кричала эмоции, я себе лишнего ничего не позволяла. Не надо, не надо. Кроме как я кинула бутылку, потому что я видела, что он в тебя залезет. Не надо меня засаживать по этому одному факту. Я тебя уже услышал несколько раз в течение вечера. Раз 10 ты уже мне говорила за то, что я что-то неправильно сделала, за этот плевок. А что ты сейчас вот начинаешь? Нет, бы промолчал там, сказал, ну да, Наташа, все, я не прав. Я сказал то, что хотел... А ты начинаешь ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я сказал то, что хотел сказать на лобном месте, мне Оля Бузова не дала слова. Я хотел извиниться за плевок, который был единственным идиотским поступком за сегодняшний день. Все остальное делалось правильно. Молоко плескалось правильно. Чашка была разбита о пол правильно. Потому что на человека по имени Олег Майами иначе воздействовать невозможно. Такой бред несут, когда я пользуюсь тем, что у меня корсет. Никогда в жизни. Это стрёмно, это низко. Просто у меня эмоции накрывают, и я пру. Я не пользуюсь этим, что у меня корсет на шее. Я веду себя так же, как и без корсета. Хорошо, Олег, смотри ситуацию. Надо уметь остановиться. Если ты не сумеешь остановиться, вот в бассейн прыгнув, ходишь теперь с корсетом. Не дай бог, не сдержится кто-то, не будет знать, что ты корсет носишь, а сейчас его не одел. Кто-то не будет знать. И все, что? Ты хочешь дожить до внуков? Вообще, ходи, пожалуйста, в нем. Я устаю от него. Я почему-то узнала, потому что у меня шея прыгнет. Хорошо, Олег, хорошо. Не давайте ситуацию до такой конфликтной. Умей остановиться. Ничего страшного, нет. Наоборот, мудрее тот, кто первый становится в конфликте. Сильнее тот, кто остановился. Это понятно все, Кать. Когда ситуация тебя накрывает, ты вообще забываешь. Ну хорошо, тогда имей силы, если люди тебя останавливают, услышите. Если ты не прав, то понятно, что она тебя повысит. Просто это уже... Да я знаю, что я не прав от счастья, я понимаю это прекрасно. Просто кого-то поощряют за что-то, понимаешь? А кто-то... Ну да, не поощряют за кого-то. Потому что я тоже не согласна с Колей. Если бы не это, я бы ничего не говорил, понимаешь? Олег, по моему мнению, Коля должен был уйти еще после пробитой головы Вани. А потом просто тупо сами простили и оставили чувака. И он продолжает метать в головы людям посуды. Это тоже стрёмно. Но, Олег, я, видишь, не присутствовала при ситуации. Говорят, что ты реально очень жестко провоцировал. Он не провоцировал, чтобы в следующий раз он получил сам свое наказание. Поверь, до него очередь дойдет. Ты же знаешь, что здесь и не так-то много людей, которые тебя поддерживают. С Лерой ты расстался, и я тебе говорила, что все, теперь поддержки ты не жди. Там, оттуда идет минус 3. Блин, я сейчас лобно сидел и реально держался. Все, я на каждый комментарий там так, и все в конце все равно сорвалось. Ну вот ты знаешь, я даже не знаю, понимаешь, не хочется выступать в роли злой учительницы. Как-то тебя учить в жизни, отчитывать. Я все надеюсь, что в какой-то момент ты сам поймешь, что есть юмор, а есть отвратительное поведение мужчины. Есть шутки, а есть пошлятина и похабщина. Есть порядочное поведение, а есть такое поведение, как у тебя. Вот мне кажется, Олег, что ты немножко перебарщиваешь и слишком себя переоцениваешь. Ты видишь в себе какого-то нереального актера, пытаешься тут играть, строить из себя какого-то там, не знаю, мачо. А на самом деле ты простой мальчик, хороший, обаятельный, да, с каким-то там чувством юмора, но среднестатистическим, понимаешь. И почему-то твои какие-то амбиции, они тебя ведут не туда, куда нужно. Ну вот не ту дорогу ты выбрал, Олег. Ты со мной не согласен? Нет. Нет? Мне казалось... Ну аргументируй, поспорь ты, да, скажи, почему я не права, объясни мне. Это ты все о том, что я неправильно веду себя с женщиной, правильно? С женщинами, с Лерой, вообще в целом вот твой посыл. И вообще отношение к женщинам, оно какое-то потребительское у тебя, Олег. Я тебе скажу так, у меня всегда, всегда было так. Я как бы нормально начинал отношения там, да, строил, а заканчивал их не очень. И очень, да, часто вот такая фигня, что я там ругаюсь или вообще не общаюсь с моими бывшими. Вот. Но об этом я и говорю. Потому что девушка для тебя не является чем-то ценным. Поэтому ты ведешь себя вот как потребитель. Поиспользовал, выкинул, поиспользовал, выкинул. Оль, это место, оно поможет мне измениться. Оля, Наташа. А что они будут делать? Ваня любишь, Лерка, Мастерко. Бывшая моя. А Лера мне глаза не выцарапает? Еще, ты снесешь вообще быстро. Ну, то есть она попытается. А если вот смотри, вот, например, вот у меня какой-то вопрос возникает с девушкой. Ну. Вот, но я же с девушкой не могу разговаривать, правильно? Я мужчина. Ну. Будешь разговаривать с ней? То есть... Ну, за меня впрягаться, если с девочкой у меня перепалка какая-то. Ну, конечно, если ты в виде там... Ты ее заткнешь, да? Ну, прямо чтобы вот так вот. Иди и заткни ее. Не, просто смотри, у меня сейчас такая ситуация. Мне сейчас, ну, я как бы встал на путь исправления. Да, и я в последнее время стал очень грубо разговаривать с девушками. И я это сам понимаю. Вот. Меня за это ругают, наказывают. Ну, хорошо, что ты сам это понимаешь. Вот. И мне... Ну, все равно бывает, девушки специально провоцируют. А, провоцируют, чтобы тебя обратно в этот пруд просто... Провоцируют, чтобы я ответил, что я еще что-то сделал. Очень сложно сдерживаться. Очень сложно. Я прям еще не могу. Да? Ну, ты же стараешься? Пытаюсь. Вот. Ну, это же главное. Олег Паями с трудом пытался скрыть свой испуг от габаритов новенькой розы. Но жизнерадостная девушка смогла покорить многих участников. Так что ребята решили устроить ей презентацию. Мы узнаем у мужчин, что же их привлекает больше. Пышные формы или стройная талия. Вот. Для этого Роза нам продемонстрирует некие движения. А Катя Токарева, стройная спортивная девушка, попробует это повторить. О, в таком случае мне нужно поменять местоположение моего пояса. Прекрасно. Меняй. Делай, что хочешь. У тебя свобода действий. То есть, Катя, ну ты поняла. Для тебя Роза показывает какие-то движения. Можно мне сразу сдаться, потому что я не обладаю пышными формами. Я считаю, что Роза вне конкуренции просто. Подожди, подожди, подожди. Ей, прежде всего, надо себя представить. Катя, подождите, тишина. Давайте посмотрим, да. Подожди, сейчас... Я уже испугалась конкурентку, и поэтому... Нет, сейчас не будет никакой драки. Ты в прошлом волейболистка, насколько я знаю, спортсменка. Поэтому тоже сможешь нас удивить. А чем я должна удивлять, я не пойму. Сейчас увидишь все. Роза все продемонстрирует, а ты повторишь и все. Чего ты так... Вот, например, вот этим. Я так не смогу. Я так не смогу. Я так не смогу. Стой. Ты, Роза, Роза, стой. Ты можешь сделать то же самое, только лицом к камерам, наоборот. Вот туда. Хорошо, вот так? Оп. Да, вот так. Я так не умею. Ну, смотрим на первое движение. И пройдись, пройдись. А не время, чтобы на глаза не упали. Ты глаза не упали. Не завидуй, ты, не завидуй. Дихая кошка. Все, Роза, спасибо, становись сюда. Екатерина Токарева, хоть как-нибудь, как ты сможешь? Если сможешь так, круто. Не сможешь по-другому. В зал поддержим Катю Токареву. А может, мне подстраховать, чтобы я сделала? Я так не могу, правда. Да, да, да. Ну, подстрахуй, подстрахуй, конечно. Давай, давай. Ноги расставь. Ноги расставь. Расставь. Стань, а я так. Надо именно спереди страховать. Давай. Давай. Оп, и пошла. Пошла? Руси, как еди. Не так убедительно, конечно, как Роза, но, тем не менее, хорошо. Второе упражнение. Или... Окей. Та-да-та-ра-там. Я так не могу, серьезно. Вы чего издеваетесь, я думаю? Кать, ну как сможешь? Может быть, не поперечно, а продольный? Я не могу, серьезно. Я жду тебя, давай. Я не спец по шпагатам. Смотри, а если ты вот так вот сядешь, тоже поперечно, будет тек, Токарева. Давай. Давай. Сейчас, подожди. Я боюсь, потому что я никогда не садилась на шпагат. Ну как сможешь, Кать, тебя ж не просят точно так. Я не могу им серьезно. Ребят, чувствуете разницу? Села, села, села. Молодец. Села, Катя. Молодец. Хорошо, спасибо. Кате и Розе, спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты громче. Короче, все. Ну, Роза, еще одно упражнение. Ну, короночка, да. Короночка? Ну, конечно. Ну, давай, хорошо. Смотрим внимательно. Не, ну, вы не забывайте, что Катя каждую ночь... Тишина. Тишина. Катя каждую ночь зажигала свинцеславом за стенкой, так что я думаю, такое упражнение для нее будет вообще плевым делом. Да, Кать? Да. Нет. Ну, покажи. Вот вы выбрали меня, серьезно, вообще, что за подстава. Как это сделано, на руках? Да. Роза, еще раз продемонстрируй, Катя, она уже забыла. А, ты же перед... Я уже хотела переэкипироваться. Ну, ладно. Давай, на бис, попросим Розу. Я не прошу. Роза, давай. Тишина, 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 тишина. Хотя бы подстелить матрас, ужас какой. Ну, Роза-то делает без матраса, смотри. Хоп, хоп, ничего сложного. Хоп, ничего сложного. И встаем. Оп. Оп. Теперь Катя Токарева. Мне кажется, моя миша представляет. Трэш какой. Сначала нужно встать на коленки. Становись на коленки. Давай. Локоточки. Приготовь ручки так. Пробуй. Переворачивайся. О, Катя. Я не могу. Я не умею. Ребят, ну вот так вот. Так что судите, мужчины, сами, кого выбирать. Стройных, но деревянных, или гибких, но немножко с пышными формами. Да. Вопрос остался только один. Я никогда не видел, чтобы Коля смеялся и улыбался. Пол презентации он сидел с открытым ртом, а половину смеялся. Николай, может быть, это судьба? Судьба вот сидит в джинсовом костюме розовая. Рыжая, рыжая, рыжая. Я заварился. Нет, я смотрелся на футболку токаревой, поэтому сказал розовое. Рыжая в джинсовом костюме. Рыжая в джинсовом костюме, да, ты сказал? Рыжая в джинсовом костюме. К Майами сегодня пришла экзотическая девушка, а у меня сегодня выступает моя жена. Ребята, отправляйте один на 9333. Ну а что дальше, мы узнаем Ксюшу Бродиной. Привет. Ура. Ну что же, дальше начнем мы, наверное, с героев вчерашнего дня. Это Либерш и Ваня. К Либерш вчера приезжали. К Олегу пришла замечательная девушка Роза, которая успела очаровать практически всех на нашем проекте. Но единственного, кого, к сожалению, не сумела очаровать, это Олега. Почему? Не знаю, Олег. Я в восторге. Ты так расстроился на лобном месте, что Роза к тебе пришла. По-моему, твое разочарование было очевидно всем. Я был в небольшом шоке, такого я не ожидал прихода. Действительно, это потрясение, действительно. Ну а почему ты потом, вместо того, чтобы пообщаться с Розой, пошел и лег на диван? Видно, такое сильное потрясение было. Я пообщался с Розой практически весь день, просто позволил себе приличный часик, потому что я не выспался. Вот. Собственно, вот. Роза тебе понравилась, я так понимаю? Мы общаемся офигенно, скорее всего, да. Роза, вот ты как женщина, скажи честно, не стесняясь, ты чувствуешь, что ты нравишься Майами? Ну, честно говоря, то, что он немножко уходил. Ну, ладно, не немножко, но он общался со мной в основном, когда рядом были другие девушки, то есть форсил очень ярко. Но когда он уходил спать, мне было даже еще обиднее, чем когда он общался со мной ради того, чтобы показать остальным девушкам. То есть, получается, он от вас бегал? Ну, был такой момент, конечно. Тюш, они ушли сегодня на стройку, вообще-то. Сейчас можно я Розу послушаю уже? Тебя я послушала как сон. Тюш, я и тебя не прошу, можно говорить с человеком, она меняет не обещаться? Ну, да, правда, был момент, когда мы остались вдвоем, когда все ушли на стройку. Мы замечательно сидели, пили кофе, узнавали друг друга. Слава Богу, что сидели, то есть в угол не забился, да? Нет, да, 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 мне не пришлось, что оттуда там ускребывать и так далее. Мы сидели, замечательно общались, пили кофе, узнавали друг друга поближе. Но потом он как бы после этого общения устал и просто злобился на диване и уснул. Ну что же, давайте голосовать, наверное, не будем, потому что я знаю, что Роза очень многим понравилась, да? Ну, кроме Майами, понятно. Такое чудо, Сахрович, его надо оставлять. Хорошо, значит, голосование не будем оставлять, Роза остается, я правильно понимаю? Да, конечно, ну что. Ну что же, Роза, мы тебя поздравляем, ты становишься полонаправленным участником нашего проекта. А сразу после лобного места мы отправимся смотреть презентацию. Женечки Феофилактовой Гусевой. Нет, ну он же говорил, что я никчемная и ко мне ужасные приходят. Ну вот ты, самый лучший к тебе вот приходит, но который тебе не нравится. Ты можешь сразу не юлить, сказать, мне не нужна. И вот ходит вокруг да около, у нас что-то получится. Ну если ты реально понимаешь, что тебе ничего не получится, что ты лжешь. Ну да. Просто я-то его знаю, когда он начинает улыбаться, вот так вот с надвенным тоном говорить и прикрывать ротом, лжет. Я тебе могу сказать, Роза, она достаточно милая девочка, да, и с ней приятно общаться. И он может по ползновению сделать ту сторону. Безусловно, приятно общаться. Она, видишь, она интересная, интересная. И на проекте она... Ну если опять же он будет просто фикцию строить, как этим он промышляет. Вот в том-то и дело. Цепляется, понимаешь? Так я тебе говорю, мы сидим на лобном. Он сидит вот так вот, ту ногу вот. Получается, я вот так вот сижу, я от него отдаляюсь. Он вот так вот ногу мне... Я говорю, люби, пожалуйста. Потом брызгается. Я говорю, слушай, ты что на меня брызгаешь? Вытирать будешь, придешь домой. Да сейчас. Я говорю, ну в таком случае не надо. Я не твоя девушка, что тебе нужно? Ты говорю, вот мне говоришь сегодня, я хочу с тобой нормально общаться. Нормальное общение и ты, это разные вообще совпадения. Вот. И я говорю, мы либо с тобой нормально общаемся, мы либо вообще с тобой не общаемся. Все-все-все-все-все-все, я не буду. Я говорю, ты понимаешь, ты не можешь твоя сущность подколоть, оскорбить, как обиженка бегаешь, что ты мне говоришь. Успокойся. Ну да. Я тебя не достаю, что тебе надо от меня? Он очень разочарован тем, что после того, как он-то считает себя офигенно-обалденным, после того, как он отказывается, как он думает, да, за ним не бегают. И как бы очень с легкостью и легко отпускают. Ну вот кроме Рязки только. Как бы, ну вот Рязка до сих пор не может его никак отпустить. Ну нет, Кать его тоже тебя нет. Катька, ты понимаешь, у Кати немного другое. Кате нужно, чтобы он, она безумно хочет, чтобы он влюбился и начал за ней с ума сходить, и вот тогда бы она на нем отыгралась. Но она прекрасно понимает, что ну нет, вообще не вариант. Никак. А в плане... Просто вот понимаешь, он как бы, знаешь, на днях расстался со мной не очень красиво, да. То есть я в адрес ушат грязи, да, выслушала, хорошо, ну это твой удел, я нормально. И сейчас он неудумевает, думал, лучше придет, а здесь вот вроде девчонка хорошая, общительная, но не его. А я не трус, но я боюсь сказать то, что, детка, ничего у нас не будет. Но ему нужно потянуть время, потом сказать, нет, это не мой человек, после больных отношений с мастерко, я понял, что-то другое надо. И вот он мне сейчас такой говорит, ты все равно мне родная, я люблю... Вот, и поэтому я с тобой хочу общаться так, как ни с кем со своими бывшими не общался. Замечательно, это просто ходы отступления назад, если вдруг к нему не придет, если вдруг к нему не придет Анжелина Джоли, как бы, да, ну, а времечко-то будет уже поджимать, да. Ну, с кодицей же мастерко. Сегодня еще Ксюша намекнула то, что, Олежий, давай-ка уже начинай серьезные отношения строить, да, не фикции, а, ну, ищи девушку в таком случае, или ходи, и хоть делай что-нибудь, а то почапаешь, и иммунитет не будет. Не, просто не актуально, знаешь, какие-то колки и вот эти вот комментарии в сторону женской спальни. Да, да. Ну, и тоже как-то приедешь. На него даже и не обращают внимание девчонки. Главное, что это по твоему руководству, Макс. Тебе просто твоя любимая, милая. Да. Здравствуйте. Здрасте. Она хотела. Я хотела вчера так к тебе прийти, а тебя не было. Как тебе? Хорошо, очень, очень красиво. А даже так кажется. Это вместо кофе в постель? Да, это вместо кофе. Это две булочки в постель. Понимаешь? Это... А кофе с тебя? Это очень вкусные булочки. Да. А скажи, пожалуйста, зачем пришла вот эта вот женщина старая, взрослая? Что она типа опытная уже знает меня, даже... Она же, понимаешь, она же благословительная. А зачем ты старую старуху привела свою? Скажи, пожалуйста. Она ведунья, понимаешь, ведунья, которая, понимаешь, ведет по тропкам к твоему сердечку. Она ведомая, надо было говорить вот так вот. Малыш, она, знаешь, тебе это, помочь посудку-то намыть? Там такая грязюка у нас на кухне. А что? Ничего страшного, ведь я дежурный, а я люблю дежурить, я люблю мыть посуду и полы. Ну ты попробуй сначала хотя бы к посуде приступи. Я так хочу уже помыть, помыть хочу. Давай на что буду прыгать. Оп, помыть, 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 да, вот так. С новеньких мальчиков, которые к нам сегодня пришли, тоже два секси, насколько я могу заметить. Вы к кому, ребят? Я к Оксане пришел. И есть какие-то продвижения? Оксана, оксана. К вечеру расчаровался? Сегодня целый день, да нет, почему? Целый день пообщались с ней, но только одно я понять не могу, то, что вот у них вот с Майами что-то взаимодействует. Ты знаешь, мы тоже не можем понять, откуда у ребят взаимодействие к сегодня взялось. Может быть, твой приход так повлиял на Оксану? Вот я просто понимаю, может, либо я не так понимаю, но люди со стороны тоже это видят. И не один я. Тебе это неприятно? Ну нет, конечно. Оксан, действительно, а что за взаимодействие с Майами, о котором сегодня все говорят и все это заметили? Да, это не взаимодействие, просто какой-то... Флирт. Правильно ты хотела сказать? Вместо того, чтобы флиртовать с новеньким мальчиком, ты берешься за старого. За старого. За старого. Нет, со старым просто весело, плюс я Розе помогаю с ним все-таки отношения. А ты не забыла, как недавно он еще от себя оскорблял? И тот самый случай, когда от нервности до любви, наоборот? Да нет любви никакой. А что тогда? Нет ничего. Мне нравится новенький мальчик. С Майами я подружески общаюсь. Новенький мальчик, просто он пока первый день, видимо, на адаптации, он немножко не понимает, наверное, в каком месте он находится. А с Майами мне просто весело. Я развлекаюсь. Почему мы лукавим сейчас, Оксана? Для кого ты это вот сейчас говоришь? Тебе Олег нравится? Ты чего ждешь? Чтобы он сделал первый шаг или что? Возьми и скажи, Лера, отсядь, я хочу сесть рядом с Олегом. Да нет, да нет, 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 нет. Он постоянно говорит, что я очень похожа на его маму. Что он постоянно сам первый меня трогает. Постоянно проходится по моей внешности. Постоянно первый меня задевает. И даже вот девушка к нему пришла, а он все ряско и ряско, и ряско, и ряско. Ну как мне не реагировать? Я поэтому и реагирую. Ага, ряско, ряско, но не волнуйся на стройке. Он Ковалеву номинал. А, да. Да? Номинал. Вот именно этим он и занимался. Я, да. Но если хочешь, Борис, Оксан, видишь, он на расхват. Но он несерьезный. Олечка. Несерьезный? Тебя это единственное останавливает? Да, он несерьезный мужчина. Ну, безусловно, Олежа вызывает огромные эмоции у Оксаны. Она первым делом как стоит в бигудях, не накрашена, а она бежит к своей техничке, как она его называет в последние дни. И вот они бегают друг по другу, как кошка с мышкой вокруг стола. Нравится он ей. Я даже скажу больше, чем нравится, мне кажется, это уже любовь. Ну, Олег все никак не может вступить в эти отношения, потому что ему страшновато, если у Оксана такая ух, прям женщина. Ну, а почему тогда сегодня ты не могла убрать его руки со своих плечей и не сказала, Олег, отстань, иди уже к Оксане своей. Если бы я знала, что Олег ее любит, и она ему нужна, то я бы, может быть, так и сказала. Может быть. А вообще Олег любить способен кого-то, кроме себя? Конечно, да он научится, Оля, но ему сейчас сколько лет? Конечно, способен. Что, он не человек, что ли? Ну, хорошо, как опытный эксперт, скажи, кто ему больше подходит? Лера, Роза, Оксана или ты, может быть? Ты знаешь, я ему не знаю, кто подходит, но как минимум я хочу ему сказать, чтобы он уважал отношения с Лерой и не оскорблял ее. Пожалуйста, Олег. Потому что она действительно тебя научила в этих отношениях. К чему только не пойму еще пока, но это будет толк, и поэтому возьми на заметку. Ну, а все-таки из этого списка кто больше всего подходит, Олегу? Как ты думаешь? Роза. Я. Лера, ты что скажешь? Подходит ли ему Оксана? Да. Если я сейчас скажу, что нет, скажет, обижен, коревнует. Но я считаю, что Оксана-то ему не нужна. Но Оксана все простит, все оскорбления. Не то, что была и багажником, и кем там только не угодно. Сейчас сидит, молеет. А парень на его не знает, куда он пришел. Красотка, ты не знаешь, что ты останешься у разбитого корыта. Ты сегодня с Майами. Ты уже осталась. А сегодня обеда. Я уже киданули. Я говорю. Я уже бросил. Я говорю. Я говорю. Ее не бросили, и все не расстались. Ты бросил и обосрал. В основном до головы. Нет. Бросили тебя. Ну, в этом я договорю или как? Сниму. Майами не с Вовой, а с грязной посудой наедине в общем Холли. Ну, пока неделю с грязной посудой остается Олег Майами. Да, Олег Майами. Ну, Оксана пока может избежать, и ты участвуешься. Но тем не менее, Олег, скажи мне, пожалуйста, вот пришел действительно молодой человек к Оксане, Вова. Ну, отойди ты в сторону. Что ты начинаешь ее задевать и позволять ей флиртовать с тобой? Олечка. Да. Родная. Я к ней не подходил. Я к ней не подхожу. Я к ней не собирался подходить. Она тебе не нужна. Она мне не нужна. Оксана, ты ему не нужна. Я поняла. Я не могу понять, чего она хочет. Я говорю, пожалуйста, оставь меня, пока сегодня утром просыпаюсь, только открываю глаза, заходит в полотенце на голове. А что мне делать? Ты что думаешь, что с вами произошло? Я испугался. Ладно, здесь все без шуток. Оксана, я тебя прошу, пожалуйста, действительно, к ней приходил там Андрей, да, три месяца она сидит без отношений. Вот, пришел, похож на брутала, занимайся. Нет, она весь день, она весь день посвятила, весь день посвятила мне, Оль. Оксана, действительно, пришел человек, похож на брутала. А потом она пришла, Олечка, извини, что перебил, потом она просто опять будет говорить, ко мне опять все, от мужиков нет, да, что же делать-то? Она не хочет брутала, но рядом с бруталом она выглядит фактурнее, чем с молодым балагуром, которым она хочет. Но она с ним в проигрыше, и поэтому приходится кричать в камеру «хочу брутала», на подсознании «хочу молодого балагура». Ну, Олег, какие-то... Отлично! Ты-то потянешь вообще такое количество девушек вокруг себя? Олежа, давай, ты сейчас тут отбиваешь руку Лере Мастерков, флиртуешь с Оксаной Рязко, лапаешь Насте Ковалевой, ей оказывается принадлежишь. Да, общаешься с Розой, даешь ей какую-то надежду. Я хочу сегодня в кино поехать с Катей Клесниченко. Привет! Я тоже там. Это юмор такой у тебя? Тебе нравится Катя Клесниченко? Она всегда была потрясной красивой девушкой. Я помню, что ты про нее сказал через три дня после твоего прихода. Да у меня всегда, когда заканчиваются отношения, льется в грязь из моего рта, я что, все... Да ладно, после кино спросишь, что он сказал. Катя, ты принимаешь приглашение Олега? Ну, подружески есть, почему нет? Конечно, тогда подружески не больше. Нет, подружески зачем, подружески не нужно. Ты определись, Олег, с кем ты отношения хочешь строить, а то у тебя каждый день меняются девушки. Подружески я вас никуда не отпущу. Ну, не отпустишь, значит, не поедем. Ну, значит, не поедете. Оля Майами сегодня прикольнулся. Значит, подожди, к любви ты не готов, ты готов только дружить. Все, всегда, к любви долгий путь лежит. Наоборот, к любви короткий путь, страсть, поцелуи. Так это страсть, поцелуи, это все же. Он меня чуть-чуть сегодня не поцеловал. Он сейчас сидит, он и что так говорит? Я так и знал, что надо вот это на пол. Действительно. Целуй, целуй. Нормально, зазосемся, и все, и вот, чтобы ты осталась. Давай, давай, давай. Роза, это по благо наших отношений. Заходи глаза. Прощай, я поцелуй, да? Давай, давай, давай. Целуй! Давай, Целуй! 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 Никогда в жизни не будет. Аксал. Хорошо, Аксал, подойдем сейчас к нему и поцелуй его. Ну хотя бы он думал, что Майя не умеет селоваться. Целуй! 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 Давай, Оксан, я хотя бы поверю, что Олег может селоваться. Я хотя бы это увижу воочию. Поцелуй девушку. Какую девушку? Любую. Хоть одно поцелуй вот сейчас, по-человечески. Она всех поцелуевает. Ну поцелуй сейчас, по-мужских, одну хотя бы поцелуй, чтоб я увидела это. Подойди и сделай. Я тебе говорю, нет. Почему? Тарасова боишься? Тарасова? Я знаю, что это последние слова в моей жизни. Но, Дима, прости. Ай, кто встал? И самое противное, что ты не можешь подойти? Не смог! Не смог! А что ты к щечке тянешься? Да, все понятно. Да, все понятно. Ой, Олег! Гнилой номер. Гнилой номер? Гнилой номер. Если поцеловаться для тебя это очень и очень сложно, ты можешь хотя бы сделать просто первый шаг? Пригласить эту девушку в кино? не на дружеское, а на свидание. Олег! Олег! Да вы нажми! Это лучший ответ. От Олега Майами никого не собирается приглашать на свидание. Хорошо. Однако Оксана любит... ... от Олег?